Дорогие товарищи, здравствуйте! У нас сегодня начинается очередное занятие по Руссо, и он посвящен как раз 100-летию образования Союза Советских Социалистических Республик. Доклад предусматривается под такой теме «Образование СССР и причины его развала». Ну, первую часть образования СССР, это доклада, первую часть выступлю я, а вторую часть о причинах развала СССР предусмотрена вторым докладчиком. Поэтому, позвольте приступить именно к докладу, но прежде, конечно, хотелось поздравить вас с наступающим 100-летием, со дня образования СССР, а также с наступающим днём, 21 декабря, это через два дня, дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. 143-я годовщина. 143-я годовщина, как подсказывают члены Руссо. Так что, дорогие товарищи, у нас впереди не только Новый год, но и юбилей именно 100-летия образования СССР, а также день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Хочу сказать, что 3 декабря в Москве состоялся Центральный Совет Руссо, которые приняли решение отметить 100-летие со дня рождения СССР, образования его, поэтому и доклад как раз посвящен именно этому дню, и он как бы входит в рамки деятельности российских учёных в социалистической ориентации. Куда мне глядеть? Вот сюда или туда? В зал. Просто в зал. У вас двух камер пишут. На себя зачем глядеть? Хорошо. Буду глядеть на Иосифа Виссарионовича Сталина. Это единственный, кто у нас действительно защитник СССР. Таким образом, переходим именно к лекции. После завоевания политической власти большевиками 25 октября по старому стилю, 7 ноября по новому, 1917 года, перед Россией стал вопрос о создании единого государства рабочих и крестьян. Причём вопрос объединения бывших республик, длительное время находившихся в составе Российской империи под царским гнётом, требовал решения с классовых позиций. В период интервенции и гражданской войны 1918-1921 годов между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и независимыми национальными советскими республиками сложился военно-политический союз. Государственные отношения регулировались двусторонними договорами. Накануне Генуэзской конференции, это конец 1921 и начало 1922 года, перед лицом единого фронта империалистов был создан единый дипломатический фронт всех советских республик. Но с переходом к мирному социалистическому строительству эти формы объединения были уже недостаточными. На повестку дня стал вопрос о хозяйственном объединении республик. Еще в июне 1920 года Владимир Ильич Ленин разработал для Второго Конгресса Коммунистического Интернационала первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному вопросам, в которых обосновал необходимость объединения всех советских республик в многонациональный государственный союз. Без такого государственного объединения, указывал Владимир Ильич Ленин, невозможно было отстоять существование советских республик в условиях империалистического окружения. Без тесного экономического союза невозможно было восстановить разрушенные производительные силы страны и обеспечить повышение материального благосостояния трудящихся. Экономическим фундаментом объединения советских народов явился социалистический уклад, возникший после победы пролетарской революции, ликвидации частной и утверждения общественной собственности на средства производства. Политикой его основы явились успехи советской власти в осуществлении ленинской национальной политики. К середине 1922 года большинство советских республик высказалось за необходимость более тесного государственного обновления. Но форма этого объединения была найдена не сразу. 10 августа 1922 года полетбюро ЦК создало комиссию, в которую вошли представители ЦК РКПБ, ЦК Компартии Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Грузии, Дальневосточной Республики, Бахары и Хорезма. Комиссия должна была разработать формы взаимоотношений и принципы объединения республик. Проект тезисов по вопросу об объединении написал Иосиф Виссарионович Сталин. В этом проекте выдвигался план автономизации, согласно которому все независимые советские республики должны войти в состав РСФСР. А вопрос о Дальневосточной Республике, Бухаре и Хорезме оставался открытым. Комиссия приняла проект Иосифа Виссарионовича Сталина, после чего началось его обсуждение на местах. При обсуждении тезисов об автономизации в партийных органах в советских республиках началась борьба. ЦК Грузии считал форму автоматизации преждевременной, требуя независимости. ЦК Армении, Азербайджана и Белоруссии поддержали автоматизацию. Украина высказалась за конфедерацию. Владимир Ильич Ленин решительно выступил против идеи автономизации. Он признал ее ошибочной и предложил принципиально новое решение вопроса. Владимир Ильич Ленин предложил создать новое государственное образование, новую форму Советской Федерации, в которую на равных правах вошли бы все Советские Республики, в том числе и Российская Советская Социалистическая Республика. О признании Российской Советской Федеративной Социалистической Республики быть равноправным с другими республиками и вместе и наравне с ними уходить в новый союз, новую федерацию, Владимир Ильич Ленин писал письме от 27 сентября 1922 года адресованным членом Фалютбюро. Так родилась ленинская идея об образовании Союза Советских Социалистических Республик, исключавшая всякую возможность велики державно-шовинистических тенденций. Советское государство в своей основе являлось добровольным союзом равноправных и суверенных наций, основанным на принципах пролетарского интернационализма. В октябре 1922 года состоялся пленум ЦК Рабочей Коммунистической Партии Большевиков, на котором обсуждался вопрос об образовании союзного государства. Пленум четко определил основные принципы создания Союза Советских Социалистических Республик. Это равенство и полная добровольность объединения с сохранением за каждой республики права свободного выхода из Союза. Вопрос об образовании обсуждался на партийных конференциях, в Советах, профсоюзных организациях, на массовых собраниях рабочих и крестьян, на митингах. В середине октября 1922 года Третье съездие Центрального исполнительного комитета Украины приняло решение начать переговоры с правительствами других республик о создании общественных, законодательных и исполнительных органов. 10 декабря 1922 года открылся 7-й Всеукраинский съезд Советов, который обсудил вопрос об объединении. Съезд подтвердил решение сессии Центрального исполнительного комитета Украины о необходимости образования СССР. 13 декабря 1922 года 1-й Закавказский съезд Советов принял резолюцию о своевременности и необходимости образования СССР. 16 декабря 1922 года 4-й Всевелорусский съезд Советов принял декларацию об образовании СССР. 23 декабря 1922 года в Москве открылся 10-й Всероссийский съезд Советов. Доклад о объединении Советских республик сделал Иосиф Виссарионович Сталин. В основу доклада были положены указания Владимира Ильича Ленина об основных принципах объединения Советских республик. Съезд принял постановление признать своевременным объединение Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, Украинской Социалистической Советской Республики, Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Белорусской Социалистической Советской Республики в Союз Советских Социалистических Республик. Делегации РСФСР было поручено выработать совместно с делегациями Украины, Белоруссии и Завкавказии проект договора и декларации об образовании СССР и представить его на утверждение первого съезда Совета Союза СССР. 30 декабря 1922 года открылся первый всесоюзный съезд Совета. На нем присутствовало 1727 делегатов от Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 364 от Украинской Республики, 91 от Закавказской Республики, 33 от Белорусской Республики. Съезд обсудил доклад Сталина об образовании СССР, а также единогласно принял декларацию и договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Центральноисполнительному комитету было поручено подготовить проект Конституции СССР. Таким образом, первоначально в состав Союза Советских Социалистических Республик входило 4 республики СССР, Украина, Закавказье и Белоруссия. И решение об образовании СССР было принято 2215 делегатами, избранных рабочими и крестьянами во всех этих республиках. К слову сказать, что 8 декабря 1991 года, когда в составе СССР входило уже 15 республик, главами всего трех из них, Ельцин, Россия, Кравчук, Украина и Шушкевич, Белоруссия, было подписано решение о ликвидации СССР и о создании Содружества независимых государств. И это было сделано в Беловежской пуще, недалеко от границы с Польшей, по всей видимости, чтобы в случае провала неконституционной затеи была бы возможность сбежать за границу. В июле 1923 года вторая сессия Центрального исполнительного комитета СССР образовала Первое Совет Союзное правительство, Совет Народных комиссаров СССР во главе с Лениным. Создание СССР означало дальнейшее укрепление советской власти и диктатуры пролетариата, крупную победу национальной политики Коммунистической партии. Благодаря братской помощи великого русского народа и его авангарда рабочего класса было завершено начатое в октябре 1917 года создание первого в мире многоционального социалистического государства. Образование СССР имело всемирное историческое значение. С объединением республик Советский Союз превращался в неприступную крепость против посягательств со стороны международного империализма, в надежный оплот мира, демократии и прогресса. Создание СССР ускорило процесс консолидации и оформление социалистических наций, укрепило дружбу между народами нашей страны. Впервые в истории человечества демократия стала служить для масс, для трудящихся, перестав быть демократией для богатых. Какой остается демократия во всех буржуазных, даже самых демократических республиках? Вот эта часть первая того, как образовался СССР, оно, в общем, как говорится, завершено. Теперь ко второй части, что причины развала СССР. Пожалуйста, ельте.